итак приветствую вас дамы и господа и добро пожаловать на вечернюю трансляцию по тирании я вас иронизирую своя озвучка не знаю классика почему бы и нет вот здравствуйте зонда здравствуйте лакедру кек с пятницы вас всех пятница это круто правда жарень духота ужас человеке помирает ну по крайней мере на урале фигня здравствуйте за фронт сегодня будем я так подозреваю заканчивать тиранию и дальше будем посмотреть по новостям ничего интересного нету да ничего интересного нету никто ничего не рассказывал ничего не обещали да так успехи да вроде нормально в мотыге правда дело не очень но в остальном неплохо менять ему тебе дождь это на жару поляну если вы мне дожди то мне будет кататься как-то не очень приятно с учетом с учетом того что у меня как бы дождь сам по себе не очень сильно пугает меня пугает то что во-первых ты весь как свинья приезжаешь во-вторых на работе ты слушаешься скажем так такой голенький голенький сидишь и надеешься что никто не забыли то что ты голенький сидишь и ворчать не начнет вот и меня очень сильно не устраивает то что сцепление дорога не очень если провернуться чуть-чуть не так можно упасть под машину это не совсем приятно будет не вне не водителю не особенно мне скажем так вот водителя данной ситуации насрать будет а таким работы что это великая тайна никто не знает даже я не знаю кем я работаю а я хотел кстати по-моему в кузне зайти и каменное море так тренировочная нет мне либо лазарет нужен либо кузня и блядь ок тоже нет удалился сервич давненько я тут не был до давненько я в голове прокрутил да да давненько и слушаешь тогда есть такой слух ничего не отрицаем эти кожи не хватать так а теперь нам тогда нужно в лазарет знание улучшить до рассветил икс мысли реально такое ощущение что начало осенью но говорю у нас тоже такое ведь было ничего справились сервисовая кто тут гранд мастера знание о это писец а все 150 максимум так здоровье переход инициативу после так из режима нет режима скрытности нет используя вашу волю для вдохновления союзников на короткое время влечевой урон нанесимы вашим вами вашим утрадом но давай пауэрфистинг звучит интересно как и всегда проникающий бросок второго ранга и точность ну а теперь мы поиграемся с заклятиями пробивание брони мне вот совсем не надо я бы даже так сказал то есть тоже не особо надо уменьшение времени перезарядки уменьшение времени перезарядки да штука прикольная аура страха продолжительность прямов становлениями здесь процентов это ну такое себе это тоже такая себе штука те кого тут мы посмотрим что-то более интересное во первых упреждению во вторых все больше взять ничего нельзя а тут скорость только на себя вот это вот интересный вариант на самом деле если только на себя то в области она дальневой область действия мы дальность уберем попробуем вот так то есть только на себя но при этом вауе немножко читерна выходит ну чё бы нет пробивание брони 8 знаете сделаем упреждение какое-никакое скорее никакое чем какое эмм дальность и время перезарядки ледяная тропа вот у военней работает смысл от нее в сундуке пару ты находил но не потрогал а м силы 5 мать моя женщина по-моему раньше такого сигева не было но тут ничего не изменяется мне все равно не нравится сигева льда ну ты хоть стой хоть падай но мне все равно не нравится аура сушения выглядит интересно слабая дождь может быть воздействие отравления и защиту на свой стиме из 5 процентов давайте попробуем как бы дебаф как как дебаф не знаю такого 85 сила кровотечения можно бледец на всех вешать в принципе и противника вас есть выносливость еще не 12 секунд эти болидец появившим с учетом того что нам все равно не интересует а так вот и вместо этой фигни он пока хватит через тизи более усиление с упреждением нет без упреждения с уменьшением время перезарядки да 165 в ландры с другой стороны все куда как более интересно с учетом его огромного количества знания да можно еще вот так делать еще бы нет как раз 225 в области аура лечения 7 процентов в секунду так время перезарядки давайте уберем да вот с ландры то как раз можно поиграться у него уж больно огромное количество этих долбанных знаний сюда 200 да эти еще игры в планах да вроде нет пока отмен еще на тренировочную площадку надо это библиотека это кузня сюда бреновый не играл как не играл играл так и диктиватор пошел с бариком да нормально вот барик вполне себе нормально прошел ну ручное оружие парирование а кто нас одноручно мучит безоружный бой уклонение атлетика полинвение безоружный бой луки атлетика это управление магии и чули не нанял его колыц вендренов каменное море так кузня тренировочное поле честь одноручным безоручным парным оружием мастер который также обучает навыковом лечения с одноручным оружием а также хитрым ее парированию бреновый классный не в плане сюжета и вот это поворотов в плане дизайна уровней а какого я нанял я забыл а вот того а а а как-то мы его по зверьки подкачали и акул пятичков нифига себе вылезли шанс на вступление в бой для барика чуть неплохо 1 забор и получает бонус к силе и стойкости до окончания битва если его здоровье снижается до критической отметки да мы получат банск любому на сим урона за каждого противника вступившего с ним в бой до еще сильнее влезли шанс на вступление в бой для барика учительного счета он от одноручного ручно 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 ближнего боя просто монстер мой друг и атака с руки все равно такая себе в отдел поехали сынушкой про он микро он звеном отцов слушал нет не слышал адресу тени углом что-то не поздоровался даресу телевизор у нас тут прям сразу не любят сразу видно о чем мы одержать победу на силу милого хора но мы сразу держали что здание выполнили тери и так уж сильно битву нас к одному Так, хватит руками трясти. Это было не так тяжело. По чисто нанесенному урону. То есть по единичному урону, то есть заклятие может ударить где-то на 80, а удар двуручкой может нанести там по 200. Но заклятие типа воу, я бьет, а двуручка по одной цели. Вот баланс. Так, я могу сделать еще такого, чтобы всем мне понравится. С эпическим оружием тут конечно не мне уже не противник. Здравствуйте, Дедов. Попался. Каюсь. Попался. И бумаг все-таки делает не урон, а возможность контролю. Но у него контроль в основном под контроль. То есть он замедляет, накладывает всякую фигню. Ну смотрите, мы сейчас на двоих раздаем АОЕ. Посмотрим сколько человек выживет после всего этого года. Ну вот раздали. При смерти. При смерти. Ранен. Ранен. Я стыну здесь. Не, извините. Я боюсь, что-то я убил. Мне нужно попробовать раздорожные выгоды. Присо龍 перед вами! Зампричь его строжь. А что убил? Я убил тебе. мне интересует как убить как начать драться в ранее бастарде с колыбельной нету но на бланда мак неверность присягнули другие вершины вот нормально тем багровых копий 10 мест под столпы да но понимать игра не не доделана очень сильно так что вы ждали в этой игре 5 ну видимо рассчитывалось продолжение но поскольку в данный момент парадоксы владеют правами тут плавить как бы нечего я не спорю пока забогованы зараза был проходил в итоге самую концовку и так и не осилил да и со сложности там нюансы были скажем так очень неприятное там ночью много косяков и игры было на самом деле если есть библиотека и кузня чтобы сюжета поможет ничего из этого общения как бы не надо она и не поможет бой и гампу подложите а а в а а а мы а этим стоит переборки кингмейкера что нам интересного моде которым хотели бы сделать так чтобы картинка с вашей веб-камеры напрямую встроилась вместо портера вашего парона благодарим джону ворд джону вордсворда можно организовать такое крипота но так-то забавно дресс эти вам и я атаковать молча не знаю колебания это не та фуга которую я знаю мы both been here before haven't we i'm right back to the day when my sisters died in front of me only this time i'm truly afraid maybe my idiot brother has something to do with it the last time this happened i froze now i'm more afraid of what happens if we attack listen to her fatebinder she shows wisdom beyond her years the voices of nerat is a terrifying centuries old mastermind and neither of us have been around as long as him that point seems worth emphasizing i really really hope you understand that he's going to hurt us it's true we promise if you're up to it then i'm with you i've killed my share of gang bosses and it doesn't take a genius to know when the leader is flagging and needs to be replaced no offense аркан дресс в один окт до сих пор не прошел но да проходим нантекен ретт гэрл я в небо бэммор прау в ютене а тис момент юа everything the chorus strives to be calm думаю могу с ним справиться но только если ты будешь со мной дурь да 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 ну а э и и а и и а а и а и Так тут нет никого. Ну чё, работаем? Раз дебов? Два дебов? По-моему, он плохо старается. Ты хочешь узнать секрет? Давай попробуем снова. Мы никогда не остались. На твоих ногах, ворк! Новый деб... Какой-нибудь пробей, что ли, ради разнообразия? Так много из вас, так много из нас. По-моему, это неправильно, да? Пришли и показать нам огонь. Мы добавим твои волосы к текущему смерти. Кто-то выставил меня! Дай это! Нет, моя... Да... Столько ботов отдалку нет. А вот это, кстати, неплохо. Она мне вообще неплохо сейчас поджигает. Что случилось, то? Мы не боимся! Помогите? Да! Вдруг. Да! Такое в том, что ведь они конечные. Наши силы безграничны. к этому даже еще всерьез так уйти ночью я и за как не было ребята еду вроде снимаешь возле бафоня вы смысл не уничтожить или долго не счете тело если все время они бросаются хорошо понеслось интересно другое то что он тоже заразовать не умирают я тут довольно интересно да если эффективен да интересно ты вставать думаешь или да так больше лежит до конца все размочили как-то саша попроще ну блин перчик кучерявый позднее оказывается я я я я я на речь и уронили меня тут я а а а а а а а а Давай-давай-давай Зараза, какой же он жирный, зараза Так давай в ровную вот так Ё, заработало Пугай, заводи Блин, не ждать, попробовать это снова О, не страдайся У нас больше, чтобы показать тебе Горячо засраниться Ха-ха Мы тоже умеем страх наводить Дохнете уже и дить тебя за ногу Ужас Дохнет уже и дить тебя за ногу дробь рэп падай перед мной падай падай перед мной ребята работайте с этим он нам очень сильно не нравится всеми а блин а когда ты их вообще в одну харю забивал был уже время а 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 дарит а А чё это вы внезапно уже полноценные люди? Архон запрятит за своё одеяние, в порядке которого тускло просвечивает зелёное пламя Ну давай поболтаем Да, отройте сверху, Борик Мы пришли из ничего Наши действия нас для людей, и люди знали нас как монстр Я запомни твое слово Архонта Это в этих словах кажется голосом забавным Он начинает хохотать, смешки переходят в яростные неукротимые спазмы дикого веселья Голоса раскидывает руки, языки пламени образуют его бесформенные очертания Пляшет безумие, пожирая его изнутри Где-то в недрах вашей собственной головы слышатся бессвязные вопли Но вскоре они стихают, и наступает тишина Архонтаин угасает у вас на глазах Нет, не так же Мы были так близкими На самом деле он не убирает, если уж на то пошло Дерьмо Получается, это только что произошло Хорошо, что я всё ещё в атаке Верно, босс? Так много знаний В этом... Верно, босс Если Нарат не был такой волшебный монстр Верно, я почти сломал пыль за его пассажем Просто подумайте, как много томов его мозг Верно, я думаю, что большинство Были скетчины о портуре и фортизе Это что, Гувина наконец умерла? Я спрашиваю, потому что тяжко было понимать, был ли он жив? По идее, Алохр теперь Подо мной должен быть Ну так, по идее Нежные касания Одноручное оружие Истребление Зазобранного старта Модификатор критического урона Медкость при попаданиях Последний крик Есть предположение, что он в этом послуге сейчас сидит Этот скипетр принадлежал голосам Нарата и до сих пор не знал иного владельца Остается лишь догадываться, кто мог сотворить столь чудовищное оружие Говорят, что его сделал сам голосающим в прошлую эру По слухам кричащий рот, венчающий скипетр и сторгает из себя вопли семьи Архонта Который замучил до смерти всех своих близких в первые годы правления Кайрос Таков был его знак верности владыке Самые первые упоминания последнего крика принадлежат Петру Петру Первый летописца, видевшего множество публичных казней по увелению голосов После долгих допросов Архонт завершал работу, разбивая своим скипетром голову жертвы Иные источники утверждают, что когда Архонтайн занимался уничтожением изменников империи Он преподносил последний крик в качестве подарка На самом деле, как подупреждение Семье предателя Затем он в течение двух недель нанесил ему визит, чтобы разузнать точнее о собственности изменника и членов его семьи Кое-кто думает, что это делалось ради того, чтобы преступник ударился в бега, а Галсан насладился охотой на него Разверстые глаза рот скипетра... Разверстые... Ну да, неплохо... Разверстые глаза рот скипетра извергает зеленое пламя Особо знак Архонта, дымное подобие его расщепленного сознания Мило Любишь текции выковыста? Ну да, неплохо... Архонты, в принципе, полностью не умирают? Как нет, умирают А так? Разверстые. Это одноручка, это скипетр То есть, ты им тебя дерёшься Ну чё, к спатеньке и к ту ноду? Попробую хотя бы то ноно уговорить, чтобы он со мной был Что по заданиям? Найти старые... ну, найти летописи и всё, чтобы отправиться Как бы их сущность состоится с той магией, которую они воплощают Ну аж умер с концами, например То есть, он воплощал защиту для своих подопечных Он все магии туда отдавал И в итоге, как бы когда умер он, умер и все его подопечные Потому что его магия перестала действовать Здравствуйте, Глебс Редные зелень жёлтые подорвал Да, они суть на самом деле уже Решители Никогда бы не подумал, что кто-то сможет одолеть голоса Нарата Он пережил большинство своих врагов и сожрал остальных Он был такой великой, бездонной штукой Просто думал, что он жить будет ещё долго А теперь он мёртв Даже сложно в это поверить Я рада уж, но он ещё дал мне А, я рада, но он ещё дал мне эту жизнь, это имя Я ненавидел его, но он был невероятным Художник Я просто хочу сказать, что я под впечатлением Ты превзошёл мои невысокие ожидания Думаешь, голоса действительно мёртв? Ясно говоря, у меня есть сомнения Голоса может продумывать всё на тысячу шагов вперёд Могу представить, что он что-то запланирован На случай своей смерти Какой-то запасной план Он может быть настолько сложным, что мы его даже не распознаем А может он не сработает при нашей жизни Если нам повезёт Полю ПИДА 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 СТУКИ ПИДА Ух ПИДА 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 Там крутая посоху, вроде библиотеки, топор, за квест варика, доручник Извиня молнию потуши У меня... это... Из стен посох Девушка Предстаньте перед Уноном Чтобы гробом хотя бы его убедить А, смотрите, еще не все почему-то мертвые Видимо, этим урон не наносился Я полечен, Ваша честь Субтитры делали хорошо «Могу указать на виновного, чтобы нам не прошлось все долго обсуждать!» Кривоногая наводит кончик грубо сделанного кинжала на ваше сердце. «Этот мерзавец убил голоса!» «Надеюсь, ты не собираешься предстать вооруженным перед судом мирных законников, командир?» «Если только не собираешься развлечь нас, когда Бладен Марк будет сдирать с тебя кожу!» Калли ободрящего улыбается. Прищурившись, он смотрит на Калли и медленно возвращает кинжал в ножны. План поворачивается, чтобы ответить на реплику тем, что, судя по всему, должно было быть строгим взглядом. Он снова смотрит на вас с холодным и непроницаемым выражением. Здравствуйте, Роман. Игру делали полтора землекопа. Игра представляет из себя грызок из другой игры, которая вдохновилась движком пиларсов и отчасти очень многим из серии романов Гленна Кука «Черный отряд» игра реально не доделана. Она чуть ли не на коленке сделана была. Это наметок игры был, который выпустили для того, чтобы просто деньги были. Потому что тогда не все так хорошо было у «Опсидионов». И получилось очень хорошо, но не доделано. То есть у них было бодрое начало, а с середины игры уже все просто вниз ушло. Не будет второй части. И что я делал? Я делал руководство словами Владыки о том, что ярусником... А, ярусником будет править лишь один архонт. Ну, вроде, да? Это не фото, что не будет. А когда, по парадоксу, что-то делали не из RPG, именно сами делали. То есть они, конечно, могут кого-то нанять, опять же. И тогда что-то будет. Но парадоксы самые RPG не делают. Они издатели в основном только. Приветствую, Михалов. Вроде анонсировали? Нет, не анонсировали. Будет круто, конечно, если сделают. Но, опять же... Кто это будет делать? Непонятно. Не пытайся возложить ответственность за свою измену к стопам Владыки. Убийствами и предательством нельзя заслужить власть. Никто лучше голосов не рад, а не воплощав в себе просвещенное правление. Кривоногой моргает, глядя на вас, потом переводит взгляд на Тунона. Не в обидорахунду правосудия будет сказано, конечно. Да, парадоксы, только стратегии сами делают. Остались только Ларриан, но Ларриан еще заняты в ПК-3. Кривоногой моргает. Ничто даже не будет нормального суда? Разве так положено? Я хочу оправдаться. Если не возражаете о Дедикаторе, мы с Вращителем хорошо знакомы. Если какое-то несоответствие потребует нашего комментария, то мы готовы предоставить свои свидетельства. Она кивает в сторону Рогалоса, а потом поворачивается к вам с неясным выражением на лице. Ой, Барик меня не одобрит. Вы хотите, чтобы я говорил о Дедикаторе? Барик смещённо выходит вперёд, расправляя плечи. Осталось не три Архонта, осталось на самом деле четыре Архонта, если уж на то пошло. Это во-первых. Потому что Сирин как бы подчиняется мне, а Бладен Марк подчиняется Тунону. То есть, если я забарываю или подчиняю себе Тунону, то остаётся Бладен Марк. А если не побеждают меня, то останется ещё убить Сирину. Хотя Сирин такой себе боец, так что Бладен я нашинкую. Бладен Марк. Есть респект, который мы получили. Иногда я думаю, что мы слишком много согласны, но, эх, не могу бороться с каждым. Я думаю, что я умерла боссов, и я думаю, что у меня улучшила лучшие друзья. Но это что-то особое. Я убил его для него, и я сделаю это снова. Если это необходимо, я готов посмотреть. Он предоставит свои путевые заметки в подтверждение. Я записывал его как хорошее, так и плохое, и мне кажется, из них станет ясно, что Архон был силой, поддерживающей порядок и законность, как и положенный вершителю судеб. Пожалели, что не на озвучку? Очевидно, нет. Пришло время вершителю судеб дать свои показания. Полотен Ведарянов, ты объединился с силой, с врагами Кэрос, покинув свое место, чтобы завершить осаду и разрешить конфликт между армиями. Как ты ответишь на это обвинение? Также стоит упомянуть, что тебе не поручали выполнять условия дикта владыки, только провозгласить его. Решение должно было найти Архонты с помощью военной силы. Никакими переговорами не получилось бы заставить Архонтов работать вместе, а война только создавала беспорядок. Я организовал ярусы так, как посчитал нужным. Ты сражался вместе с обеими армиями во время завоевания, поэтому я не должен подберегать сомнению твой взгляд на этот вопрос. Хотя, я нахожу это настораживающим. Эдикт Кэрос, колодцы Ведарянов, должен был уничтожить Архонтов или заставить их сотрудничать. Но именно твое вмешательство было решающим фактором. Похоже, Архонт погрузился в глубокое раздумье. Я отправил тебя в Виленову цитадель, дабы провозгласить эдикт огня, Кэрос, в школе чернил и пера, в наказании за хранение запретного знания и непризнание законной власти владыки. Однако ты промедлил с этим дольше необходимого, предупредил книгачаев и позволил им провести ритвал для сохранения еретического знания. Решение вершителя помогло сберечь большей жизнью, чем книга, Архонт. За те пару часов, что он нам подарил до эдикта, можно было разве что сбежать голым и босым, зажимая в кулаке пару страниц. Кэрос не намеревался щадить ни страницы, ни плоть, книгачей. Довольно. А дедикт, который заряд молотком, в гласе грохочет гнев. Я требую порядка, пока вершитель судеб отвечает на это обвинение. Архонт. 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 Карас не хотел, чтобы дедикт длился вечно. Да, действительно. Но нужно было выполнить определенные условия, а ты схитрил. Тонер ушел в ловле владыки в собственных интересах, это непозволительно. Гильдия Скаловерщитов поклялась верности Архонту Кайрну, а затем Архонту Грэвену Аши. Однако ты принудил их перейти на двое стороны. Объясни свои действия. Грэвен Аши не мог контролировать Скаловерстов. Они игнорировали его приказы и не желали покидать труп Кайрна. Я починил их себе во имя Кайрос. В лучшем случае такие действия просто отвлекали тебя от твоих прямых обязанностей. В худшем помешали военным приготовлениям. Он задумчиво молчит какое-то время. Тем не менее, я приму во внимание это свидетельство. Ты вошел в старые стены, а это прямое нарушение закона Кайрос. Как ты ответишь за это извращение понятия правосудия? Ты считаешь себя выше закона? Разве проявляя герохонту, не дают ему полномочия управлять своими владениями? Как он сочетет нужным? Разве мои шпили не растут от старых стен? Разве мои чувства не притекают сквозь них? А дитю, которые внимательно слушают, голова его медленно опускается. Повисает долгое молчание. Любопытное утверждение, хотя оно и предполагает слишком много о твоем положении в шпилях. В сумеречном бастионе ты помог врагам Кайрос, уничтожив отряд опальных, которые располагаются в регионе. Архонт войны потерял много хороших солдат в тот день. Каменащит молчит и лишь понуро опускает плечи. Форд выглядел бы ужасно с фиолетовым знамением. Опальные не смогли занять сумеречный бастион, поэтому я взял его себе. Ты заводишь себя в тупик своими же заявлениями. Шпил был твоей базой, не так ли? У тебя не было причины забирать опальных и их земли. Город Полуврата был оккупирован хористами, которые были полностью в своем праве. Одна года перебил их всех, улицы были залиты кровью, десятков верных солдат Кайрос. Можно солгать. Они напали на меня и таким образом нарушили мир, Кайрос. Я был в праве защищаться. Адюдика тракивает. Чего-то подобного я и ожидал. Жаль, что ты не сумел исполнить эту задачу иначе, нежели оставить город без власти Кайрос. С момента твоего проявления в ярусах ты упрямо отмачиваешься. Творя часто затихает, словно из-за какого-то огромного испуга или опасения. Можешь ли ты объяснить эту странность или ты слишком глубь для этого? Я научился этому наблюдать за тем, как ты проводишь допросы. Но он молчит, и его алебастровая маска не выражает ничего. Каля вытирает лоб. Каков наставник, таков и ученик. У меня есть последнее вопрос, Фейтбиндер. Ты привезли к этой кампании, чтобы уничтожить соглашения между двоих армиями. После твоего приступа, моменты быстро исчезли в цивилизм войска. Ты знал, что ты не знал, что ты не знал, что ты не знал, что ты не знал? Я обратился к этому завоеванию во славу Каэрос, но не очень верен, что у архонтов был тот же мотив. Если не учитывать поведение, то, что мы сейчас не сомневаемся в том, что у архонтов были свои тайные намерения, говорит об успехе миссии вершителя. Не знаю, как вы, он бросает взгляд на других вершителей. Но меня-то немного обнадеживает. Мир Каэрос – это ложь. А ладыка утверждает, что власть... Утверждает власть, потому что мы не владеем... А, неведомо об альтерна... Мир Каэрос – это ложь. Владыка утверждает власть, потому что мы неведомо об альтернативах. Перед вами стоит лучший владыка, который готов определять справедливость по своему усмотрению. Благословение. Чтобы выгружить власть этого права с таким языком, это обманывание. После выгружения об альтернативы, этот правитель найдет вас вовремя всех об альтернативах. Ура! Мы ещё посмотрим на Дедикатора Что-то не взял, но я же вроде как за себя Не, ну смысл в том, что я как бы свою власть насаждаю, а не власть Кайрос Смысл-то в этом А Блэден Марк появляется в стене из-за вашей спиной Держав в каждой руке по кинжалу, он решительно делает шаг вперёд Ничего не говоря, приготовить собою Открыть его на мне и влево Влево Сделайте это Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 смотри это больно было ты грязно бутер, чё ты грязно бутер? я тут самый главный архон я тут закон, ничего не знаю ты работаешь, ты учил много в последних лет, Аркан страницем нашего рода, это больше, чем швыгивание швыгивания или швыгивание швыгивания но ты уже третий, а четвёртый в руках где есть правила Кайроса, и правила, которые руководят нашу натуральную правила я боюсь, что они часто разрушают я сбросил правила природы nature for too long жизнь должна закончиться в своей курсе и это моя время в последнее время помимо боли, вы слышите в голосе тунона что-то похожее на удовлетворение разве? и диктал уже на Северную Империю должен сработать но он вздымает руки вверх и смотрит на потолок своего суда вспышка магической энергии арахонта больше нет а диди-катерпал никогда бы не подумал, что бразиль справедливости Кайрос сам будет осуждён тем более в собственном суде вот такая ухора справедливость как бы высоко ты ни стоял, кто-то внизу хочет, чтобы ты упал если бы ты сказал мне сегодня утром, что мы уничтожим самого старого из живущих арахонтов я бы подумал, что ты сошёл с ума рука Ландрии, которую он зарисовывает на листе перегамет остатки арахонта правосудия движется с поспешной возбуждённостью уверен, но он не мог и представить, что его перекончит один из его собственных вершителей судеб его гибель послужит основной одной из самых изумительных главхроник как это, блин, актёр, у него всё время голос вверх-вниз идёт блин, музыка, конечно, тут неплохая в практическом попадании противника из 20 парней похищенных, фига себе какого теней, ну это от Марка осталось что, давайте посох заберём арахонту власть закона вот теперь и крепотец да 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 но Причуткий враг может сразу после паралога получить. Добавно. Друга делает поворот, и вы сталкиваетесь нос к носу с группой воинов в бронзовых кольчугах и тяжелых шлемах. Они расселиваются обочину дороги. Кто-то привлёсся к дереву, кто-то сидит на камнях. Завидев вас, они начинают медленно подниматься, берясь за топыры и палиться. Один из них с мрачным видом вращается к вам. Решитель Судеб, ты вряд ли полагаешь, что братство закончилось на Реотомоне, и вряд ли веришь, что мы его смерть забыли или простили. Воины опускают плечи и сгибают колени, готовясь к броску. Ты знал, что это час настанет, смертный час братства или твой, говорит с ними. Начать им угрожать. Короче, я всех поугрожал, и все испугались. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну как сказали, сфоткался на фотографии, сфоткался. Пафосно, с мячом счетом. Архонты побеждены, но угрозу карес нависают на два мема. Пора встретиться с союзниками и решить, что делать дальше. В зале все пришептываются, кто-то с надеждой, кто-то со страхом. Ни раз и ни два вы слышите свое имя, и не всегда в лесном контексте. При вашем приближении шепотки стихают, и все оборачиваются на вас. Расшитель сути, Архонт. Мы знаем об армии Кареса, которая идет на юг, но мы надеялись. Нам казалось, что победа над другими Архонтами задержит это продвижение. Правдив ли слухи о том, что силы Кареса все равно наступают? Сомнения, страх и решимость мешаются в ее голосе. Чтобы не сказали вы сейчас, ваши слова сдадут тон всей будущей коалиции. Мы знали, что этот день рано или поздно настанет, и у меня уже готов план. Сколоверже склонясь головой вздрагивает. Не нужно было нам лишней милости, владыки. Лишаться милости, владыки. Наша гильдия уязвима на грани уничтожения. Я был рядом с тобой, когда ты делал то, что было необходимо. В твердынь часовых я останусь рядом теперь. Даже если Карес разгромит этот союз, мы будем помнить, что приняли брошенный вызов и не отступили. Я не позволю вновь обратить свой гильди в рабство. Мы больше не игрушки, Карес. Она кивает вам. Мы готовы отдать за калицию жизнь, если потребуется. Сейчас невремя рвать на себе волосы в отчаянии. Послушайте, Архонт... Непременно... Архонт... Арик пытается перекричать гвалт, но чужие крики заглушают ее. Она выглядит такой же растерянной и лишенной надежды, как и все остальные. Спокойно. Я трошу нациск армии, Карес. Тебе что, по голове недавно ударили? У нас нет войск, чтобы выставить перед такой угрозой. Как ты можешь перехитрить Северную Империю, когда она буквально дышит нам в затылок? На горном шпиле есть резонатор. С его помощью я могу наложить и дикт. Помните, вновь наступает тишина. Все пристально наблюдают за вами. Ваши слова заранили зерно надежды там, где еще недавно была пустота. Арри осторожно начинает говорить. Ты хочешь объявить и дикт против Северной Империи? Это твой план? Отлично демонстрирует самогущество, разве нет? Не хочу поддаваться ложным надеждам, но я, кажется, впервые чувствую настоящую подлинную уверенность в том, что у нас все получится. На лице мелькает осторожная улыбка. Использовать магию против Кареса на Севере это может все изменить. Только подумайте, что скажут люди. Но что будет дальше, Архонт? Что будет с Яруцами, с этим новым государством, которое мы создали из хаоса завоевания? Моя воля закон. Будьте понять мои приказы. В ближайшие дни, операясь на свой опыт и набросая свой законов для страны, которую мы создадим вместе. Мне кажется, это хорошая идея. Ты много где побывал на Яруцах. Если бы ты не набрался там самого лучшего, я сомневаюсь, что мы стояли бы сейчас все вместе в Зале Вознесения. Она улыбается. Она окидывает взглядом собравшихся. Хотел сказать, скидывает одежда. Ну, коалиция, что скажете? С этим можно поспорить, но земельный закон это самое полезное, что Карес привнес на Таратус. Если ты составишь для Яруцов закон, будет еще лучше, думаю, это все их, это всех устроит. Законы, которые сделают нас единым народом, а не просто сборщик продажных богачей, которые правят, как им забыл горсутицу. Хм, признаю, в этом есть смысл. Не знаю, почему сам об этом не подумал. Нейтрализованный свод... Нейтраль... А, централизованный свод законов составлен лучшими из нас, чтобы править остальными. Нам нужно что-то, вокруг чего мы можем объединиться, и это может оказаться как раз кстати. Да будет так. Архонт, надеюсь, ты знаешь, что ты делаешь. Она складывает руки на груди и кланяется. Да, наша коалиция уповает только на тебя. Делал, скорее, что вместо обезьян. Как же так? Да ладно. Классный скловер, что ли? Enough of this. My bedroll calls. Волны энергии, исходящие от шпиля, притягивают вас, сжимают в тесных объятиях и тело, и разум. В самом центре этого потока стоит резонатор, готовый усилить ваш голос, разнести ваши приказы до самых дальних уголков ярусов и за их пределы. Отсюда, с наивысшей точки всего полуострова, вы могли бы, приложив к этому все силы, дотянуться своей волей до Крайнего Севера, за пределы ярусов, и поразгласить свой день к хоть самой Северной Империи. Ее последний из архонтов на ярусах, пора известить Каэроса или Каэрос, что завоевание завершено. Вы бы отдачу, что это в полголоса, испытывая резонатор. Приказнуться к резонатору и сосредоточиться. Вы осознаете, что на агрессии в ладыке может быть лишь один достойный ответ. Вам нужно наложить Эдикт на Северную Империю в средоточии власти Каэроса. Только так вы сможете доказать свою силу. Шпиль ожидает вашего приказа. Уберите область. А, вот, типа, все, понял, подход. Эдикт Бори, Эдикт Камня, Эдикт Камня. Дарси Сергей, да, я сегодня финал? Вот сейчас финал. Боебаба, так она не совсем Боебаба. Она такая, не очень уверенная в себе. Боебаба здесь одна, это... Кованый горном. А вот та, которая как раз в том, да, она очень в себе и не уверена постоянно по описанию, судя. Да и голос у нее такой довольно спокойный был. Каэрос. Каэроса с forces withdraw from their march upon the Tears, Субтитры создавал DimaTorzok Вот что и дикт камня сотрясают земли под северной столицей. Эти подземные толчки оказываются настолько сильными, что открывшиеся расселены проглатывают городские кварталы целиком. Горожане выжившиеся бегут из города, попытавшиеся хоть как-то помочь чародеи, обнаруживают, что волшебство больше им не повинуется. Люди сотнями гибнут под развалинами домов и бесследно исчезают в расселинах. Недоумевая, почему Кайрос оказалась бессильна помочь им? В северном королевстве выцарился хаос. Армии, отправившиеся в поход на Ярусы, получили беспрецедентный приказ. Они должны отступить к столице и защитить ее жителей от дикта. В первый раз за время великого завоевания армии Кайрос стали отступать. Вскоре по землям и шепотам стали распространяться толки о том, какой ужасающей должна быть новая сила, что вынудила владыку на такой ход. Вы выполнили указ Кайрос, и всеми Ярусами теперь правит один Архонт. Ваши бывшие враги покорились или погибли, и гражданская война подошла к концу. Никто не ждал, что один из преданнейших слуг Кайрос, и уж тем более вершитель судеб, перейдет на сторону противника. Ваше прибытие помогло вам осознать место и участь, отведенную для вас владыкой. Вы решили сделать мир лучшим местом и добились сотрудничества вместо того, чтобы добиваться подчинения. Ваши усилия объединились с кованых горном, скаловершцев и не сломленных. Три лишенных общей группы, похожие только своим стремлением избавиться от власти Кайрос. Этот союз умею уничтожить противостоящих вам Архонтов. Союз, ослепленный гордыней, опальные даже подумать не могли, что способны проиграть. Особенно таким, не с дисциплинированным на первый взгляд противником. Последние солдаты легиона покидают свои посты. Их генерал мертв, их честь запятнана несмываемым позором. В безвестность их провожают град устремленных вслед колких и ядовитых насмешек. Алухор был поистине огромен, однако это не помешало вам положить ему конец. Достаточно было отрубить голову змеи, чтобы ватаги сгинули в хаосе, который они породили сами. Преступления остатков арды, которые стало не за что воевать, оказываются неописуемо кошмарны. Преслужнику владыки было не просто заручиться доверием покоренной нации, Но продемонстрировав... Преслужнику владыки было не просто заручиться доверием покоренной нации. Но продемонстрированная вами преданность сумела смягчить сердца предводителей даже самых отчаянных фракций И объединила осажденных людей перед лицом новой угрозы. Ваше появление считается самым важным событием за всю историю войны в Ярусах, после вторжения армии Кайрос. Весть о ваших успехах распространяется далеко за пределы Ярусов. Даже в самых дальних уголках Империи шепчутся о вершителе судеб, ставшим Архонтом и положившим конец завоеванию, чтобы подарить опустошенной земле новое будущее. Своевав доверие повстанцев и объединив их под святым новым флагом, вы сумели воплотить в жизнь план Кайрос. Очевидный урон неоподобного исхода оставляет у вас много вопросов и вынуждает сомневаться вторым. Роли, которую с самого начала отвел вам Владыка. Однако, у вас нет ни одного ответа. Вы усердно трудитесь, чтобы принести мир и процветание вашей новой родине, но куда бы вы ни шли, вас не оставляет опасения, что вы стали жертвой изящной манипуляции. Вы пытаетесь проигнорировать это ощущение, но все равно не можете спать по ночам. Когда вы развели дикт камня, и земля вокруг каменного моря наконец успокоилась, и для его обитателя наступил долгожданный мир, повлекший за собой процветание. Эта страна никогда не будет напоминать прежнюю лазорь, но ее будущее с каждым днем выглядит все более радужным. В качестве воспоминания о Каарне, как и великой разрушительной силе, остается лишь монумент из неподвижного камня. Почти все соглашаются, что мир лучше без архонта камня. Жители лазори начинают медленно восстанавливать землю, которую разорвали на части его силы. Развеев эти камни, вы позволили людям вернуться и вновь заселять землю бывшего королевства лазори? Премя камнепытов постепенно уступают гладкошкурам, теряя захваченную территорию. Отказавшись воевать, зверыды попадают в рабство и трудятся на строительстве новых человеческих поселений. Заручившись поддержкой скаловерств, вы гарантировали, что магическая мощь вашей армии не ослабеет. Их помощь оказалась неоценимой во время битвы возле Распути Литяны, когда Грееви Наши отправил опальный регион, чтобы захватить город. После вашей победы, Радикс попытался наследить в гильдии скаловерств в те же порядки, которые способствовали его продвижению среди опальных. К сожалению, его старания были встречены настолько сильным сопротивлением, что магический орден вскоре распался и прекратил существование. Когда затянувшееся противостояние с опальными наконец подошло к концу, несломленные в первый раз после наступления войск и Карос вздохнули сладкий воздух свободы. Они правят своим народом мудро и справедливо, чего нельзя было сказать об исчезнувших регентах. Амелия вместе со своей дочерью остается среди несломленных, которые поклялись вернуть оплоту утраченную величие и славу. Период регенства подошел к концу, но тень его была былой гордость и все еще продает королевство подобия благородства и красоты. У истерзанных войной земель снова появилась надежда. Чтобы излечить оставленные Эдиктом бурь раны, потребуется много времени. Но могила клинков постепенно начинает обретать прежний облик. Корольство оплот вряд ли сумеет вернуть утраченную славу. Но его обитатели могут построить на костях прошлого что-нибудь новое. Погибший регент не оставил потомков, а значит, ничто не мешает проявлению новых обычай и традиций. Когда вы передаете контроль над распутьем Литяны вашему союзу, в городе воцаряется хаос с редкими очагами порядка. Ваши союзники рады получить поселение в свои руки, но потребуется немало времени и усилий, чтобы они переросли в свою вражду военного времени и стали по-настоящему едины. Вернув шлем магоборцев в распутье Литяны, вы защитили городок от свирепствующих погибелей, по крайней мере, в ближайшее время жители этого селения могут не думать об этой угрозе. Они благодарны вам и продолжают заниматься своими делами, но помнят, что оказались на волоске от гибели. Им остается только надеяться, что ваша защита и дальше убережет их от этой напасти. Вы лично приняли участие в бою за распутью Литяны. Его обидатели хорошо понимают, что без вашего вмешательства были бы обречены и предлагают переименовать поселение в вашу честь. Распутье Петровича, повидавшие вас в бою свидетели отзываются на вас чрезвычайно лестно. Смерть Элдиана стала для жителя города настоящим ударом. Они вызвали стату и в его честь украсили ее табличкой с его любимыми высказываниями. Присоединившись к вашему связи, усклонных горным процветает. В первый раз за всю историю мужчина и женщина Юга могут взять в руки оружие и с железа дать отпор завоевателям и тиранам. Попытка золотой лапой поиграть в любящую мать не приносит результатов. Она пытается править жителями дисциплины, а привить жителям дисциплины и трудолюбия, но и мешает неуверенность в себе. Избавиться от подозрений остальных ей так и не удается. Обитатели раны отказываются ходить в патрули и выполняют свои обязанности спустя рукава. Ввиду чего жизнь в поселении становится все хуже. Погибли нападают все чаще, а жители начинают уходить. Яспас и Махальник наконец-то уж нашли общее дело. Они критикуют руководство золотой лапы. Но дела бедения нет и отнюдь не служат. Наоборот, еще больше разобщают жители раны. Каждый из магов пытается упрочить свою собственную власть и урвать как можно больше полномочий. Надо было самому становиться там главным. Оголосив эдикт бурной территории колодца Вендрианов, вы объявили о своей силе всему миру и показали войскам Каэрос, на что вы способны. Когда вы победили их командиры и разгромили выступавшую против вас армию, вы дали понять Каэрос, что проявился новый Архонт. Эдиктор осеялся. Но его воздействие останется в истории навсегда, как первая настоящая угроза правлению Каэрос. Гибель Грэвина ажа становится приговором для всех, для его опальных. Без удобрения и поддержки великого генерала, солдатами легиона овладевает уныние. Мистер Хонт остается пустым. И офицеры часто и жарко спорят о том, нужно ли назначать преемника. В Северной Империи оплакивает смерть своего погибшего сына, невзирая на то, что тело его на далекой чужбине. Смерть голосов Нерата влечет за собой радость и торжество. Пострадавшие от рук хористов, люди смеются и пляшут на всем континенте, отмечая гибель величайшего паразита за всю историю человечества. Но даже после победы вы не можете отогнать от себя неприятную мысль. Голоса Нерата умер на ваших глазах. Но вы уверены, что вряд ли так легко от него отделались. Гибель Адедикатора Тонона влечет за собой хаос, едва не заклёкнувший город бастарды. Поддержание мира и создание новой правовой системы отнимают у вас все время силы. Наконец, вам удается переложить большую часть обязанностей на плечи новых обученных вами вершителей судеб, которые помогают нести эту ношу и худо-бедно замещают с собой сгинувшего Архонта. На смерти Блендана Марка мир лишился своего лучшего убийцы. Вы не слишком горюете о том, что теперь матерям будет неким пугать непослушных детей, но все равно чувствуете на себе его взгляд из темных уголков упустевших комнат. День Блендана Марка будет преследовать вас до самой смерти. Хоть Барик и был освобожден из своей клетки, из железа и бронзы, характер его стал не намного лучше. Он пока не в состоянии оставить в прошлом события дикта бурь. Голова его занята частью мыслями, а занята частью мыслями о неизвестности будущего. Построение предложения, да? Частью воспоминаниями о поступках, что довели его до жизни такой. Верной клятве, данной вам, северянин обучает ваши войска и командует ими на поле боя. Ваши солдаты, если и не любят его, то как минимум глубоко уважают. В кратере времена затишья он в одиночку уходит в могилу клинков. Там он отыскивает останки сынов и дочерей севера и хоронит их со всем почтением. И хоть вам кажется, что эта задача не посильна для одиночки, Барик возвращается после каждого такого путешествия с чуть более приподнятой головой. После вашего завоевания наступил относительный мир и фуга почти сразу оказалась не при делах. Она возвращается к бродячему образу жизни и расцискивает девушек в захолустных деревнях и городах, обучая искусство ножевого боя самых многообещающих кандидаток. У нее много учениц, и в конце концов она следует примеру голосов Нерата и собирает из них личную армию. Бездушное сестринство. Фуга оказывается строгой и требовательной наставницей, и вы часто прибегаете к ее услугам, когда возникает необходимость пролить чью-то кровь. Она никогда не отказывается от работы. То есть, по сути, все те, кто путешествовал, со мной стали чем-то вроде малых архонтов при мне. То есть, если я встал в ладык, они стали архонтами. Забавно выходит. Лантре продолжает сопровождать вас, занеся в хроники каждый ваш шаг и каждое достижение. В своем стремлении не упустить ничего, он закрывает глаза даже на свой почтенный возраст. И вы продолжаете постигать тайны этого мира вместе с ним. Вы делаете вид, что не замечаете, как сильно его гнетет груз прожитых лет. Но все чаще и чаще останавливаетесь на полусловии, чтобы позволить его перу угнаться за вами. Он разгадал вашу хитрость, но принимает ее с молчаливой благодарностью. Атли остается с вами, выискивая подающих надежды учеников среди ваших соратников. Набрав достаточное количество многообещающих юношей и девушек, она закладывает основы новой гильдии заклинателей приливов. Она часто шутит, что без ее руководства школа развалится, но ученики не разделяют пессимизма о своей наставнице. Что ж, говорить о дюжинах кандидатов, которые умоляют ее принять их в обучение. Смерть? Ну, неплохо. Какая грудь. Смерть из тени не проявляет интерес к попыткам возродить ярусы после вашей победы. Вместо этого она принимается выслеживать уцелевших в стране солдат опальных. Но вот часто доходят вести о жестоких убийствах и исчезновениях офицеров из армии Кайрос, в которых видят огромное кровожадное чудовище. При желании вы могли бы отыскать покинувшую вас путницу, но позволяете ей продолжить кровавую жатву. Трудно сказать, из страха перед ней или из уважения. Сирина становится все молчаливее и молчаливее. Она не разговаривает и не поет, стараясь избегать вашего общества и общества сопровождающих вас солдат. Однажды она просто уходит из лагеря прямо в дикие земли. Постепенно до вас доходят слухи, что Сирин поселилась в заброшенном горном храме и принесла обет молчания. Собрав небольшую группу верных последователей, вы не осмеливаетесь возразить. А, собрав, понял. Там точка была. Вы отказались от своего места в иерархии владыки и всех полученных за долгие годы заслуг, чтобы помочь обитателям ярусов. Ваша жертва сделала вас героем в глазах обычных людей, настоящим освободителем и символом наступающих перемен. Когда Карес ответит на брошенный ему вызов, вас поддержат многочисленные союзники, готовые пытаться сдержать его натиск. Поднявшись на верхушку древнего шпиля, вы можете разглядеть отдаленные от вас горами границы Северной Империи. По вашему приказу долину оглашает звонкое пение боевых труп. Оно прозглашает конец одной долгой военной кампании и начало другой. То есть теперь я вот такой. Неплохо. Ирин, ну что? Ну, так получилось. Светмерть укачался или нет? Ой, горло мое. Петь ни разу с ним не поговорил, но как-то. Семья ленифавр. Вот такая фигня. Ой, стоп.